Всем добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые родители, уважаемые участники, большая вероятность у вас добрый день, коллеги. Мы рады сегодня вас приветствовать. Мы сейчас ждем подключения Елены Вячеславовны Богородниковой и Полины Львовны. Меня зовут Сергей Николаевич Панцев, я являюсь руководителем консультативно-диагностической службы Федерального ресурсного центра. И в рамках национального проекта образования мы проводим очередную встречу, посвященную циклам вебинаров по возможностям организации образования и психо-педагогического сопровождения детей с РАС в России. И сегодня по итогам прошлых встреч, по тем вопросам, которые задавались слушателями, мы решили рассмотреть такую тему, как переход ребенка в среднюю школу. Это очень такая серьезная тема, очень некороткая тема. И уже, я так понял, по анализу соцсетей вопросов настолько много, что уже некоторая такая информация была сказана, что мы не разберем ее за одну встречу. И мы, скорее всего, и посвятим две, а то и три, и четыре, и как Елена Вячеславовна написала на своей странице, будем разбираться до тех пор, пока не поймем свои собственные шаги, пока мы в этой теме не разберемся. Начнем мы сегодняшнюю встречу в составе меня, Елены Вячеславовны Богорадниковой, исполнителем директора региональной общественной организации «Контакт», и Полины Львовны Богорад, учителя директора Федерального ресурсного центра, которая имеет тоже огромный значительный опыт в данном направлении. Ну и не только в этом, но в этом направлении она сегодня выступает как эксперт от Федерального ресурсного центра. И давайте начнем, Елена Вячеславовна, если хотите сказать какие-то приветственные слова, доброе утро всем, кто можете включиться. Доброе утро, а меня слышно ли? Да, Полина Львовна, очень хорошо слышно вас. Очень хорошо. Тогда я всех приветствую и рада, что мы наконец-то начинаем погружаться в эту тему. Надеемся, сегодня хотя бы осветим основные проблемы. Не уверена, что мы их сегодня решим, хотя бы частично. Спасибо. Спасибо. Полина Львовна, очень рада вас видеть. Вы, конечно, блестящий практик в этом. И мне кажется, что прям сегодняшний вебинар – это начало, наверное, большого пути, не всегда простого, не всегда понятного. Есть вопросы, на которые пока нет ответов у специалистов и есть лакуны в законодательстве, но тем не менее мы попробуем начать искать эти подходы, рассказать о том, что точно можно и, соответственно, выделить какие-то системные проблемы, с которыми нам предстоит в ближайшее время поработать, потому что мы с вами на площадке Федерального ресурсного центра по аутизму. И если эти проблемы обобщать не здесь, то где же тогда вообще их обобщать? Поэтому, безусловно, мы здесь две цели преследуем. С одной стороны, рассказать, что можно сделать и как это нужно сделать сейчас, с другой стороны, изменить потом как-то ситуацию там, где сейчас это недостаточно хорошо урегулировано. Еще раз доброе утро и надеюсь, что меня слышно. Да, очень хорошо слышно. Хорошо. Тогда можем начинать. Да, спасибо большое. Уважаемые родители, уважаемые слушатели, у вас будут возникать вопросы по ходу вебинара. Соответственно, вы можете вопросы задавать в чате, либо можете задавать вопросы во вкладке «Вопросы», оставлять там свои какие-то пояснения или то, что вам нужно доразъяснить. Сразу предупреждаю, что мы ваши вопросы все фиксируем и постараемся на них отвечать. Но, извините, если мы друг не успеем, то тогда мы ваш вопрос перенесем на следующую встречу и включим его в тематику. Начать я предлагаю вот с чего. Начав разбираться в этой теме, для меня, честно признаюсь, эта тема по моему направлению не совсем близка, потому что я занимаюсь, может, другими задачами в работе. Но чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше я понимаю, что вопросов у меня возникает больше, чем ответов. И те вопросы, которые прислали нам родители, или те вопросы, которые оставляют в соцсети, это был целый огромный-огромный поток этих вопросов. И когда я стал их прочитывать, я понимаю, что это настолько разные категории, настолько разные темы, которые волнуют родителей, что у меня вообще в голове начал происходить небольшой хаос. И Елена Вячеславовна, наверное, может быть, почувствовала мою некоторую тревогу, потому что я ей несколько раз созвонил. Более того, я, наверное, в Парине Львовне тоже самое почувствовал мою какую-то дискоординацию. Потому что я понимаю в этот момент, что происходит с родителем. Потому что когда это какая-то новая, неизведанная грань, какая-то новая почва, на которую придется сейчас вступить родителю, своим ребенком. И если я, как родитель, начинаю испытывать такое волнение, такой стресс и фрустрацию, да, какое-то такое слово, наверное, больше здесь подойдет, то что же тогда с ребенком будет происходить, как бы родителям, он должен быть как скрепость, да, на которого ребенок, на которого может опереться. И когда я понимаю, что, в общем-то, у меня полный хаос в голове, то тогда, ну, как бы, с чего же начать? Да, и анализируя вопрос, я понял, что условно все вопросы можно разделить на несколько категорий. И, наверное, вот эти категории, которые, как бы, категории вопросов, соответственно, категории задач, которые родителю нужно для себя решить, я попытался для себя простроить в некотором таком алгоритме. Да, и вот сейчас вот на экране, на слайде вы видите, собственно, некоторые шаги, которые, наверное, нужно решить родителю или хотя бы разобраться в этих вопросах, да, вот, как эти вопросы относятся вот к этим блокам. Мы сегодня, я предлагаю поговорить про первые два-три, вот, ну, соответственно, дальше, как бы, по следующей встрече посвятить, ну, проработке вот этих вопросов. И вот, когда я для себя, я вот эту структуру выстроил, и я понял, что, в общем-то, вот, все вопросы родителей, они ложатся либо в первый, либо в второй, либо в третий, либо в четвертый, ну, и так далее, блоки вопросов, то у меня как-то немножечко так, я стал себя собирать с мыслями, да, и какая-то моя внутренняя тревога прекратилась. Вот, и давайте, наверное, начнем тогда с первой. Не знаю, Елена Руслановна, если вот есть как-то ваш какой-то комментарий по поводу того, что я сказал, ну, дайте какую-то тоже обратную связь, насколько я верно размышляю. Потому что у вас очень много родителей обращаются к этому вопросу. Насколько я по верному пути сейчас иду, если бы я как родитель сейчас заявляюсь? Ну, мне кажется, что для того, чтобы начинать разбираться, вполне такая вот схема здесь отражает то, о чем мы будем говорить и сейчас, и потом не возражая совершенно. Мне кажется, вполне вы определились с теми основными такими блоками. Если будут возникать какие-то там отличные от этого вопроса, ну, все равно мы будем с этим разбираться. Сейчас посмотрим, достаточно ли хорошо мы их обобщили, может быть, надо как-то расширить этот список. Да, спасибо большое. Я, знаете, я опирался на те вопросы, которые приходили родители и пытаюсь самому себе занять некоторую позицию. Вот я как родитель в этой ситуации, да, имея определенные условия, да, значит, с чего мне нужно начать, да. Ну, и первое, это я так условно обозвал ПМПК, и вот здесь вы сейчас видите, ну, там много вопросов, и еще есть много вопросов, которые я сюда не ставил, но они как-то дублируют эти вопросы. Так вот, самый первый вопрос, я как родитель, сейчас мой ребенок, допустим, заканчивает четвертый класс. Ну, вот здесь, да, как бы вопрос от одного слушателя, что это, ну, вот вариант восьмой, да, для детей с раз. Но, допустим, это любая какая-то категория детей с ОВЗ, да, допустим, у нас четыре папы, да, у одного ребенка по 8.1 обучается, другого по 8.2, у другого по 8.3, у третьего по 8.4. И есть еще четыре папы, которые также дети обучаются по разным вариантам, ну, например, там, дети с опорно-двигательным, нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть шестой вариант, может быть, вариант, третий вариант, то есть разные категории, да, то вот с чего нам всем начать? Вот сейчас, на данный момент, дети заканчивают четвертый, поступили в четвертый класс, все, вот это выпускной класс четвертый, и с чего же мне начать? Про что начать думать? Да, и вот здесь некоторые вопросы, такие вопросы-подсказки. Там, нужно ли думать про ПМБК или не надо? Надо сейчас уже озаботиться или все-таки нужно дождаться конца четвертого класса? И какие документы для этого нужно подготовить? И вообще, нужно ли проходить по ПМБК? Вот, если можно, коллеги, как-то вот дайте нам ответ на этот вопрос. Елена Вячеславовна, можно я начну? Хорошо. Спасибо большое. Прежде чем думать о том, нужно ли ПМБК, нужно ответить еще на один вопрос, который в скобках, и про который, к сожалению, в современных реалиях часто забывают, но он важный. Какой год обучения у моего ребенка? Он может быть четвероклассником, но у него может не заканчиваться, ступень начального общего образования. Например, его по каким-то, может быть, законным или не очень законным основаниям переводили из класса в класс без пролонгации, и он в четвертом классе, четвертый год обучения, а ему по заключению ЦПМБК на начальную ступень положено пять или шесть лет. И тогда он не переходит ни в какое среднее звено, даже если он четвероклассник. Поэтому сначала нам нужно разобраться у четвероклассника и заканчивать ступень начального общего образования. Или он нуждается в пролонгации. Вообще-то об этом надо было бы подумать тогда в прошлом году, и, может быть, пролонгировать третий. Но этот, короче, вопрос нужно контролировать не в четвертом классе, а постоянно. Какой год или какие годы у нас пролонгируются. Это важно очень. Елена Вячеславовна, я про самые большие риски сказала, а дальше... Да, хорошо. Ну, тогда я про технические. Полина Львовна совершенно права, то есть про... Нужно контролировать, собственно говоря, это в процессе, но беспокоиться прям вот серьезно и пересматривать ли уровень образовательной программы там на следующую ступень или какие-то там решения предпринимать. Всерьезно стоит начинать сначала как раз именно четвертого класса, соответственно, либо это четвертого, либо пятого, либо шестого года обучения по программам в ГОСУВЗ. То есть мы здесь здесь говорим не только про аутизм, мы здесь говорим, на самом деле, про все программы адаптированные, и принцип тот же самый. То есть четвертый класс, разные годы обучения, мы, как родители, должны собрать необходимые документы и подать заявление в ПМПК и получить заключение. Соответственно, перед средней школой мы получаем на следующий уровень образования новое заключение ПМПК. Я сейчас говорю о тех детях, которые учатся по федеральным государственным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья. И это важно, потому что мы сейчас не говорим про федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной отсталостью. То есть, отвечая конкретно на этот вопрос, я говорю про ГОСУВЗ. Объясню потом попозже чуть-чуть почему. Значит, перед пятым классом, где-то в течение года, вам нужно будет пройти снова врачей, взять в школе выписку из электронного журнала об успеваемости ребенка, если это цензовые программы, взять в школе характеристики в любом случае, и, соответственно, прийти с этими документами в течение учебного года на ПМПК. В среднем в Москве, чтобы не создавать пробки в ходе, пытаются распределять детей так, что в начале года идут те, кто сдает выпускные экзамены, кому нужны условия специальные на этих экзаменах. Чуть позже просят приходить тех, кто идет за новым заключением на следующий уровень образования. Ну, то есть, в общем, никто вас не прогонит, если вы и раньше придете. То есть, можете начать в начале года постепенно так, как вам удобно, и здесь никаких ограничений специальных нет. То есть, более-менее понятно из ваших предыдущих оценок, если это были цензовые программы, такие как 8.1, 8.2 или любые другие для нормативного интеллекта или задержки психического развития, аттестован ли ребенок за прошлые годы обучения, и, соответственно, становится ясно, и мы на это опираемся, когда приходим в МПК и просим, ну, собственно, выдать нам новое заключение на следующий уровень образования, не меняя программу. То есть, если у нас, в общем, более-менее понятно, что программа усваивается, это следует из-за тестации за те классы, за которые она произошла, это следует из оценок текущих, из характеристик, то вы получаете со всеми медицинскими документами, которые у вас тоже, в общем-то, по текущим наблюдениям, если там не менялся диагноз никак, тоже вам подаются, спокойно получаете аналогичное заключение про адаптированную программу, которая будет учитывать те же самые особенности, которые есть у детей в возрасте начальной школы. Есть ситуации, когда у нас с вами нужно поменять уровень, и в этом случае тогда чуть более сложная ситуация, потому что, ну, вот мы видим, что ребенок с программой для расы ЗПР или там для каких-то других нарушений, в общем, с задержкой психического развития, но все-таки не справляется с программой общеобразовательной, ему не хватает этой адаптации и сложно, и мы говорим о том, что нам нужно уровень понижать. На что мы тогда опираемся? Мы опираемся, вот у нас здесь девятый вопрос, надо ли Векслера сдавать перед средней школой. Мы опираемся не на тест Векслера, мы опираемся, конечно, на заключение, на характеристики тех специалистов, на оценки, которые в школе ребенка выставляют. И все это несем психиатру для того, чтобы он помог нам принять это правильное решение и, соответственно, уровень программы впоследствии понизить, выставив ребенку легкую степень умственной отсталости, потому что мы видим, что, ну, к сожалению, акцент, или к счастью, акцент надо делать совершенно на другое, на трудовое обучение в средней школе, и, соответственно, мы пойдем дальше по этому пути. Значит, на первые, наверное, два вопроса я ответила, заодно сразу ответила на девятый. Елена Вячеславовна, можно добавлю немножечко? Нужно. Значит, по поводу смены образовательного уровня и о том, что об этом нужно думать вовремя. Например, если у нас человек планирует усвоить начальное общее образование за 4 года и хорошо переходит из года в год, но он вошел в школу с уровнем 8-2, то есть для детей с расстройством аутистического спектра и когнитивными нарушениями, что сходно с задержкой психического развития. И мы вот этот год пролонгации оставляли про запас. Оставляли, оставляли, он был не нужен, не нужен, ребенок успешно переходит и усваивает программу. Если не поменять уровень на 8-1 в начале 4 класса, а еще лучше в конце 3-го, то в конце 4-го отказаться от пролонгации практически невозможно, потому что ребенку по закону положено 5,6 лет обучения и финансирование в школу приходит в середине учебного года. И значит, в середине 4-го класса он получает финансирование на следующий свой пятый год обучения. И отказаться от этого юридически очень сложно. Поэтому если в образовательном учреждении педагоги или родители понимают, что ребенок переходит из класса в класс, нужно вовремя менять вариант образовательный, вариант АОП, чтобы потом не отстаивать свои права и получить возможность перехода в среднее звено. То же самое касается программы 8-2. Там написано 5 в скобочках 6 лет. Раньше законодательно и вообще на территории России в большинстве регионов история сохраняется, что 6-й год может получить человек, который не посещал дошкольно-образовательные учреждения, не получал там помощи психолог-педагогической службы. Последнее время в Москве такая тенденция, если честно, вот может быть мне Елена Вячеславовна сейчас ответит, на что законодательно опирается ЦФМПК, мне непонятно. Но тенденция следующая, что человек, который заканчивает 5-й год обучения по программе 8-2 и мог бы переходить на комиссии, должен доказать, что ему 6-й год не нужен. То есть доказать, что он успешен, принести выписку из ЭЖД, все контрольные работы, вступительные, итоговые, всероссийские проверочные, что он полностью закрывает программу. Ну, то есть доказать, что он имеет право отказаться от 6-го года. Раньше, наоборот, нужно было выклянчивать себе этот 6-й год, просить пролонгацию, а теперь вот надо доказывать, что ты освоил и можешь переходить в основное общее образование. С чем это связана тенденция, мне не очень понятно. Можно я вот такой вопрос, воспользовавшись случаем, задам? Да, я не могу сказать, на что... То есть нет никакого нового нормативного акта, с которым такое связано, но я знаю не один случай из тех родительских историй, с которыми к нам обращаются, когда родители сначала по каким-то причинам отказываются от пролонгации, и в средней школе они понимают, что это было решение опрометчивое. И я думаю, что поскольку таких случаев... А, эти случаи, естественно, достаточно конфликтные, как мы понимаем. То есть ребенок не справляется с программой пятого класса, прям радикально. И в середине года родители начинают метаться, сожалеть, что так получилось, что давайте мы сейчас откатим и снова вернем его в четвертый класс, и пролонгацией воспользуемся. И вот я думаю, что таких случаев, видимо, было не один десяток, после чего, собственно говоря, наверное, в некоторые сложности начинают возникать. То есть это направлено на то, чтобы родителю дать возможность хорошенечко взвесить. Здесь опять сложно принять правильное решение. То есть очень часто... Ну, здесь вот пополам может быть, да, случаев. В каких-то случаях, да, надо переводить, а в каких-то нет. И для того, чтобы родитель принял это решение взвешенно, мне кажется, вот такие вот некоторые препоны этому чинятся. Но опять, это не в 100% случаев. То есть обычно мы сталкиваемся и наоборот с обратным. А вот у нас Максим Евгеньевич тут как раз Бушмилев пишет. Учились по 8-2, нужен еще один год, но школа перевела в 5-й. Посоветуйте что-нибудь. Максим Евгеньевич, а можно уточнить? Если вы учились по 8-2, то, соответственно, школа перевела в 5-й после 4-х лет обучения? Мне бы вот на этот вопрос получить ответ пока. После 4-х лет обучения. Ну, права нарушены ребенка, безусловно. Здесь надо... Здесь надо писать, конечно, заявление. То есть у нас такие случаи периодически случаются. И вы пишете заявление в школу письменное о том, что вы требуете вернуть ребенка на предыдущую ступень обучения. Непонятно, как они его учат тогда в 5-м классе, если вы, наверное, не получали заключение на среднюю ступень. У вас действует еще заключение ПМПК предыдущего уровня. И, соответственно, в школе технической, в Москве, по крайней мере, будет очень сложно откатить эту историю. То есть это вынуждено... Они будут признать, что они нарушили право ребенка. И будут сложности со службы финансового контроля у них там. И, в общем, здорово им попадет со всех сторон. Но, тем не менее, это косяк, который они должны устранить самостоятельно. Так, если речь идет о Подмосковье, собственно, ситуация никак не меняется. Точно так же пишем заявление в школу, что вы требуете вернуть ребенка в 4-й класс, зачистить его в 4-й класс, написав в скобочках, что это ПОП и МПК, 5-й год обучения, который ребенку положен. И дальше, соответственно, с ними вступить в письменные отношения, потому что иначе вы это не решите никак. Здесь разговаривать практически всегда бесполезно. В ряде случаев удается детям, детей вернуть на предыдущий уровень обучения. Это возможно. Вот. Единственное, что нужно понимать, что школа попытается себя, скорее всего, действительно снять ответственность. И здесь могут быть разные варианты развития событий. Лучше про каждого говорить отдельно. Ну, будете приходить в рамках родительской приемной, обсудим прям конкретный вообще список вопросов, которые могут возникнуть. Так, ну что, переходим к следующему вопросу? Или что-нибудь? Нет, не переходим. У меня тоже вопросы, так что не то. Давайте. Да, Полин Дво. Значит, у меня еще один комментарий, что если бывают такие истории, когда человек ошибочно получает уровень 8.3, и педагогам довольно рано становится понятно, что эта история ошибочная, если стоит задача перейти на цензовое образование, этим нужно заниматься не на стыке начального и общего, основного, а чем раньше, тем лучше. Потому что школе очень тяжело будет учить человека согласно его уровням, а документально вести его по нецензовому. Это другие предметные области, другие часы по учебному плану. И понятно, что с точки зрения эффективности, учитывая пользу для человека с ОВЗ и его семьи, учить нужно его согласно его уровню, но это практически невозможно. Поэтому если школа или семья на начальной ступени, в первом дополнительном, втором первом дополнительном, первом основном, понимают, что диагноз интеллектуальная недостаточность выставлена неверно, и его нужно снимать, этим нужно заниматься максимально рано. Перейти уже на изначальные ступени в четвертом классе на цензовый уровень крайне сложно. Практически невероятно. Я все поддерживаю. Все-таки вернемся. Вот у нас здесь в чате есть вопрос, чтобы закрыть эту тему. Я правильно поняла, что если у ребенка в заключении стоит программа 8.2, а учится он по программе 8.1, то в конце третьего класса надо поменять на ЦПМПК программу на 8.1. Еще он и усваивает. Да. То есть для того, чтобы не было сложности потом при переводе, лучше это сделать. Тем более, что это, в общем, формальная будет процедура у вас. Вы с документами из школы предоставленными всегда можете доказать, что ребенок справляется. Это будет видно. Да, если особенно он еще проходил какие-то независимые диагностики с хорошими результатами, то вообще у вас, ну, это будет несложно. И потом, соответственно, вы не столкнетесь с возможными трудностями для того, чтобы в среднюю школу уже перейти на уровень основного общего образования. Однако, есть еще один лайфхак в случаях, если у нас что-то там пошло совсем не по плану, ну, какие-то сложности есть. Значит, он заключается в том, что вообще-то заключение ПМПК из школы можно отозвать. В конце четвертого класса, если вы совсем никак не справились с тем, что не сходили на ПМПК по каким-то причинам, и, в общем, все пошло не по плану, в случае, если нам надо поменять 8.2 на 8.1, вернее, 8.2 на другое, вы просто отзываете свое заключение ПМПК письменной школы, отказываетесь от всех спецусловий в конце года. И, таким образом, ребенок переходит на общих основаниях, на общеобразовательную программу. И это значит, что вы можете просто вот как будто вы с нуля снова прийти с новым заключением ПМПК в школу в пятый класс. И школа вас может перевести, а заключение вы им донесете. Это, в общем-то, не самый лучший, но тоже иногда случающийся, особенно в регионах, механизм. Елена Человна, как такое заявление должно выглядеть? Это произвольная форма. Понятно, что нет никакого устоявшегося варианта, но как родитель вы можете такое заявление написать. То есть я не говорю, что это срабатывает в 100% случаев, потому что дача школы удивляется, или возникают какие-то новые вопросы. Но законных оснований отказать в приеме такого заявления или, соответственно, не выдать обратное заключение у школы нет. То есть нет ни одного основания, по которому школа может отказаться и сказать, что нет. Ой, спасибо. Суперновый лайфхак. Всегда пожалуйста. А заявление пишется в ПМПК или в школу? Нет, в школу оно пишется, в школу. Именно в школу. То есть для того, чтобы школа могла его перевести на следующую ступень. То есть оно будет выглядеть примерно следующим образом. Еще раз говорю, что можно подкрепить это всякими разными ссылками на закон об образовании и все прочие вещи. Но отсылаем мы к тому, что и говорим о том, что ребенок с программы справляется. То есть мы говорим о том, что он аттестован по всем предметам. Это подкреплено, собственно, сведениями из этой же самой школы. То есть школа же его аттестовывает. У него там хорошие оценки, четверки, пятерки, вероятно. Раз мы считаем, что он программу освоил. И мы можем сказать. Но еще раз повторю, в конце года, чтобы не разрушать, так сказать, весь этот процесс. Мы можем сказать, что в связи с тем, что ребенок освоил программу на том же уровне, на каком его одноклассники обычные. прошу отозвать, прошу выдать мне заключение по МПК на руки и отказываюсь от всех специальных образовательных условий, которые по этому заключению должны были быть созданы. Ну, такого примерно характера. И дальше регистрировать его официальным путем. То есть бумага должна быть в любом случае, содержание там, ну, соответственно, примерно вот с указанием на то, что программа освоена, почему вы, собственно, отзываете. И прошу в конце приписка, да, прошу перевести ребенка в пятый класс по итогам аттестации за четвертый. Спасибо большое. Но у меня еще есть вопросы. Вот я, можно я пока еще тему не буду закрывать. Вот вы сказали о том, что при, вот, по рембиону, вы сказали, что нужно озаботиться о понижении программы или повышении при переходе на другую ступень. А вот если, например, ребенок обучался по 8.2, то это понятно. А вот если он обучался по 8.1, то есть вы, наоборот, говорили, что если он обучался по 8.2, чтобы ему там дали какой-то другой уровень, нужно сразу ее повысить по 8.1. А вот если другой вариант, если он обучался по 8.1, на окончании четвертого класса у него 8.1, но может ли такое быть, чтобы ему рекомендуется понизить до 8.2? И если бывают такие ситуации, и зачем это тогда делать? Да, такие ситуации, конечно, бывают. Хорошо бы, чтобы педагоги вели работу с семьей заранее, чтобы не делать это в конце четвертого класса. Или в конце третьего, или в начале четвертого, еще лучше, еще раньше. Если мы чувствуем, что человеку сложно осваивать в полном объеме программу 8.1 и соответствовать полностью требованиям по итогу начальной ступени образования, обычно такой прогноз можно поставить уже даже в конце первого класса или в конце второго, то надо направлять семью на ЦП МПК, обязательно с прохождением врачебной комиссии, потому что 8.2 рекомендует детям, у которых выставлен диагноз расстройства аутистического спектра и задержка психического развития, которую должен продиагностировать психиатр. И тогда мы даем человеку пролонгированные года пятый или пятый и шестой, и мы можем пролонгировать и второй класс, и третий, и четвертый. То есть если у меня будет заключение в МПК, 8.2? Да, да. Я к этому добавлю просто технически опять момент. То есть иногда школу нам говорят, что нет, ни в каких других классах, кроме как в первом, пролонгация невозможна. Это достаточно часто встречающийся вопрос, к сожалению. Давайте вспомним, что право пройти заново по МПК, оно у родителя. То есть если в какой-то момент родитель решил, что ребенку нужна адаптированная программа, а допустим учился он по обычной, и прошел по МПК во втором классе, и получили они заключение на уровень программы 8.2 или 6.2, или еще на какой-то, где у нас задержка психического развития и пролонгация. Это значит, что ребенок упустил свое время? Нет, не значит. Это значит, что пролонгация будет осуществляться за счет следующих годов обучения. И еще раз напомню, что пролонгация – это уменьшение темпа. Это не повтор года. Право на повтор года по цензовым программам, по программам оценочным, по программам с кодом второй цифры 1 или 2 у детей есть на протяжении всего обучения в школе. А тогда вопрос, если вы сказали о том, что родители говорят, что только им в школе обозначают, что только первый класс, то тогда на что они могут сослаться, чем аргументировать свою позицию, то есть что они должны сделать? Сергей, я всегда предлагаю вообще договариваться. Но договариваться, будучи вооруженными. Здесь у нас процесс должен выстроиться диалогом, потому что понятно, почему школа так делает. Ей технически тоже сложно представимо, каким образом ребенок, который у нас числится в общеобразовательном классе, вдруг получает программу адаптированную, нуждается в пролонгации. Как это организовать? Школа, которая с этим до этого не сталкивалась, совершенно не понимает. Это логично. Естественно, пытается избежать сложностей технических для себя, в первую очередь. Это нормальная человеческая реакция. Однако мы вооружены законами, в ГОСами и понимаем, что программа должна быть пролонгирована. И вступая в переговорный процесс, письменный, как обычно. То есть мы просим школу организовать пролонгацию, собрать внутренний школьный консилиум, пригласить на него родителя и вместе решить, каким образом это право ребенка будет реализовано. Потому что, напомню, у нас, как у родителей, есть обязанность соответствующему этому праву обеспечить вот это вот самое право на обучение, на адаптацию программ и так далее. Ответил он на вопрос? Да, спасибо большое. Да, ну еще вопрос по поводу документов. Значит, вот, чтобы подвести некоторый итог. Ну, хотя, знаете, еще два вопроса по поводу того, что мужчина задал вопрос, да, Максим Евгеньевич, по поводу заявления. Вот, и вы тоже говорите, что вступаем в отношения, в переписку, да, через заявление. Ну вот, можно из практики, вот, какие могут быть ответы, и если ответ от школы пришел, ну, не очень меня устраивающий, то есть не очень конкретный, там, или не указывающий на что-то, то, как бы, какие мои, ну, с моей стороны должны быть, ну, как бы, повторные заявления или обращения, и нужно ли это, или этого достаточно того, что они нам, мне ответили. Сергей, напомню, что если мы обращались письменно, почему мы, собственно, опять возвращаемся, потому что письменно это должно быть сделано обязательно, потому что на письменное обращение нас должен последовать от государственного учреждения любого письменный же обоснованный ответ в течение, как всем, наверное, уже известно, мы все уже прожужжали 30 дней. То есть у нас в любом случае нам должны ответить письменно, для чего мы можем сделать на супереписку, что прошу дать мне ответ, установленный законным срок, по такому-то адресу его направить. Значит, почему я обращаю на это внимание? Потому что он не просто письменный, он должен именно быть обоснованным, то есть содержать обоснование, почему они отвечают так или иначе. То есть не просто, вот не просто, нет, такой ответ не принимается, это не удовлетворяет нашим законным требованиям. Если даже они каким-то образом обосновывают, почему нет, то дальше мы с этим обоснованием можем уже как-то работать. То есть, не знаю, условно говоря, принять их в сторону внезапно или войти в их положение, или наоборот сказать, что нет, такой ответ не является ни обоснованным, ни законным, давайте-ка мы будем с вами разбираться. Собирайтесь на ППК, будем разговаривать, что же можно сделать на самом деле. То есть дальше у нас уже могут там следовать какие-то следующие шаги, обращение в вышестоящие организации, в надзорные какие-то органы, то есть, ну, в самый разный путь. Но помните просто, что в этой ситуации правда и закон на вашей стороне, на стороне вашего ребенка. Поэтому, несмотря на то, что мы ищем компромисс, все же мы ищем его из позиции, когда мы понимаем, что это должно быть обеспечено, иначе просто право ребенка на образование будет обрано самым неприятным образом. Вот, поэтому решить этот вопрос можно, вопрос в нашей вот уверенности в этом и настойчивости. Я бы вот так вот сказала. Да, спасибо. Ну и последнее, вот по поводу документов, еще раз для слушателей проговорить. Значит, получается, что перед прохождением ППК, при переходе в среднее звено, мы собираем характеристики и документы со школы, и с этими документами, да, плюс врачебная комиссия по необходимости, если там какие-то... Врачебная комиссия всегда, всегда. Врачебная комиссия всегда, либо врач, ну, профильный наш, да, либо врачебная комиссия. Это без медицинской справки, там, ну, Москва вообще вас не примет, а, соответственно, в федерации там по-разному. Получается в разных регионах, но, тем не менее, лучше иметь справку от врача с понятным вам диагнозом при переходе на следующее... Ну, при переходе для того, чтобы получить заключение ППК на следующую ступень. Да, и уже с этим блокировым документом мы идем на комиссию. Да, спасибо большое. Здесь у нас еще есть вопросы, но, мне кажется, на большинство мы уже ответили. А можно я еще отвечу на один вопрос, который вижу в чате, который вопросы? Там первый вопрос про увеличение времени для самостоятельных контрольных работ ребенку с ДЦП. Нужно пройти по МПК, как действовать? Ну, во-первых, если ребенок ДЦП имеет у нас адаптированную программу, то в рамках этой адаптированной программы уже полученного заключения по МПК это время может и должно быть увеличено. А если у нас нет заключения по МПК, то его, конечно, рекомендуется пройти, но там не будет указано про то, что контрольные и самостоятельные надо пролонгировать. Это будет просто осуществлено в рамках той адаптированной программы, которая ему положена. То есть это не требует какого-то специального, специального указания в ПМПК, и все это решается внутри школы. Здесь нет чего-то такого, что обязательно только через ПМПК проходит. Опять мы пишем заявление, то есть самый простой способ, опять пишем заявление, что прошу увеличить моему ребенку время для проведения самостоятельных контрольных работ в связи с тем, что, и дальше пишем в связи с чем. То есть либо там в рамках адаптированной программы, либо там какие-то свои еще аргументы приводим, не важно. То есть важно, что мы обратились, и, соответственно, школа должна рассмотреть ваше обращение и, соответственно, какое-то решение принять. Вам даже не надо как-то специально какие-то отсылки опять делать здесь и перерыть кучу законов для того, чтобы получить от них внятный ответ. Эта школа будет вам обосновывать, почему она может или не может, или ей там что-то нужно дополнительно для этого. И дальше мы опять работаем с тем ответом, который есть, письменным. Опять же, напомню вам. Полина Волна, есть тут что-нибудь добавить или возразить? Нет, ничего добавить нет. Там внизу в чате два важных вопроса, но они оба к вам. Я начала ответить, пожалуйста. Где вопросы у нас, да? Юлия Коваль спрашивает. Скажите, пожалуйста, программа 8.1.8.4 только в начальных классах? Мне объяснили, что 5-9 классы это только ЗПР или умственная отсталость. Так ли это? Ну, даже ЗПР нет на самом деле. Есть либо ЦЕНС, либо программа для умственной отсталости. Других ГОСов просто нет. Я не знаю, у нас в прошлой, по-моему, в какой-то из прошлых презентации или, возможно, я ошибаюсь, была табличка, в которой мы вот прав ГОС и на что мы опираемся, рассказывали. Я сейчас, если можно, поищу, может быть, ее покажу просто, для того, чтобы это было более понятно, если у нас здесь ее нет. Значит, смотрите. У нас есть с вами две ветки федеральных государственных образовательных стандартов. Это федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, который у нас вот про все вот эти цифры 1, 2, 3, 4, 5 и так у нас до 8. То есть это обозначение нозологии и обозначение уровня интеллектуального развития, вторая цифра. Соответственно, это одна ветка. Есть у нас федеральные государственные образовательные стандарты для детей с умственной отсталостью. И в отличие от тех стандартов, которые в ГОС УВЗ, они действуют не на уровень начальной школы, они действуют на весь период обучения. То есть при переходе в среднее звено ребенку, который уже обучался и у которого адаптированная программа для детей с просто, вот без всяких там остальных нозологий, просто для детей с легкой степенью умственной отсталости или для детей с тяжелой, глубокой, умеренной степенью умственной отсталости, по этим программам они больше заключений по МПК не получают. Им это не надо. У них все спецусловия на весь период обучения в школе. Если у нас вот в ГОС УВЗ распространяется только на начальную школу, что дальше? Значит, федеральные государственные образовательные стандарты для УВЗ в средней школе приняты не будут. Сколько мы там об этом не говорили, Министерство просвещения считает, что это не нужно, и нам достаточно тех в ГОСов, которые были приняты, и которые приняты вот сейчас у нас новые для средней школы, то есть обычные, как все. Но к этим в ГОСам у нас с вами... О, спасибо, да. К этим в ГОСам у нас с вами есть адаптированные программы для средней школы. И вот эти адаптированные программы для средней школы, цензовый вариант опять, то, что с точкой 1 и 2 для самых разных мазологий, есть уже за 5, 6 и 7 классы. То есть прям по каждому предмету примерно адаптированная программа в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для основного общего образования. У нас есть ссылку на документ о том, документ Министерства просвещения, о том, каким образом эта преемственность между ГОСУ, ВЗ и средней ступенью должна осуществляться. Мы вам дадим сейчас в чате, пришлем по почте, и, соответственно, может даже и покажем, не знаю, можно ли там включить еще это письмо, он нам будет посмотреть. Значит, ссылайтесь вы, когда вы разговариваете со школой, если у вас программа 8.1, 8.2 или какие-либо другие программы для ОВЗ, оцениваемые, при переходе в среднее звено, вот как вы ознакомились с адаптированными программами по начальной школе, также вы можете познакомиться с тем, как должны выглядеть адаптированные программы для среднего звена. То есть и на основе вот этих примерных адаптированных программ педагоги уже разрабатывают тот конкретного ребенка, его адаптированной программы, если нужно каким-то образом их, соответственно, изменить. Там еще есть вопрос. Если живешь в Подмосковье, учишься в Москве, где можно пройти врачебную комиссию? Мне кажется, что в 18-й можно. Нет, нельзя. Значит, смотрите, здесь вот какая история. Значит, если у ребенка нет психиатрического диагноза, то бишь нету аутизма, нету ни ЗПР, ни умственной отсталости любой степени, и врачи нам, психиатры, не нужны, то врачебная комиссия проходится по полюсу МС бесплатно в той районной поликлинике, куда ребенок прикреплен, даже если у него нет постоянной московской регистрации. С временной московской регистрацией все сильно усложняется. Никто не подсказывает родителям, вот кроме нас реально, этого выхода, то есть все гонят их на платные ВК, которые стоят там что в 18-й, что в обоих наших научно-практических центрах, которые уполномочены Департаментом здравоохранения, выдавать такие заключения, ну где-то 15 тысяч, наверное, в каждом. То есть понятно, что не любой семейный бюджет может такую акцию потянуть, и кроме того, это несправедливая дискриминация по принципу наличия постоянной регистрации в городе. Однако же это не вещь, которая делается по прихоти, это вещь, которая, ну то есть Департамент образования нас обязывает получать. Московское заключение по МПК, подмосковные не принимаются, любого другого региона не принимаются, ну то есть как бы у нас есть с одной стороны обязанности, а с другой стороны нас принуждают получать какие-то платные медицинские услуги. Это и хорошо, и плохо, потому что можно получить бесплатно заключение психиатра следующим образом, то есть если речь идет о Московской области, то мы идем за заключением психиатра, за выпиской из медицинской карты к психиатру нашему районному, там в ПНД, или где наблюдается ребенок, или наблюдался, просто берем выписку и несем ее в Московскую поликлинику на основе этой выписки от психиатра. Московская поликлиника делает заключение врачебной комиссии, и вы с ним спокойно идете без денег на МПК, не потратив ни копейки. Если у нас вообще нет истории обращений в медицинские, психиатрические клиники подмосковные, то вы действуете следующим образом. Можете, во-первых, в любой медицинской лицензированной клинике пройти платно психиатра и принести опять же это заключение в поликлинику районную и опять там все получить. Но это будет уже, соответственно, не таких комских денег стоить, и здесь речь идет о том, чтобы пройти одного врача платно. Так тоже может быть. Для родителей из регионов, которые вообще не москвичи, есть возможность обращаться в федеральные центры. То есть вот больницы, научно-практический центр имени Сухаревой и бывшая 18-я больница, научно-практический центр детской психоневрологии, они относятся к московскому ведению в департаменту здравоохранения Москвы. И в Москве, вообще везде, собственно говоря, психиатрия у нас не входит в ОМС. Она дюджетируется иначе. Поэтому у нас возникают сложности. Мы не можем обратиться без квоты, без разрешения департамента здравоохранения в московские учреждения, которые работают вне ОМС. Психиатрия, напомню еще раз, вне ОМС работает по бюджету. Поэтому, значит, еще один способ, который, к сожалению, работать сейчас перестал. Вот мы над ним бьемся, чтобы вернуть это обратно. Можно было, и сейчас можно, написать заявление в департамент здравоохранения с просьбой прикрепить ребенка к районному ПНД по месту его временной регистрации. Здесь важен факт наличия временной регистрации официальной. То есть это не просто проживание, не просто там по факту пребывания, а именно наличие вот такой официальной бумаги, которая к этому заявлению прикладывается. К сожалению, этот, в последний год, этот способ перестал работать без всяких дополнительных каких-то, опять же, нормативных документов. Ничего не изменилось, кроме того, что стали приходить родителям отказы. То есть, ну, как бы, департамент здравоохранения здесь права детей нарушает, поэтому я думаю, что мы в ближайшее время что-то с этим сможем сделать. Вот. Ну, дискриминация – это вряд ли то, чем они хотят прославиться. Но, тем не менее, в общем, возможность написать туда заявление все же у вас сохраняется, а дальше есть у нас общая с вами возможность обжаловать их отказ в вышестоящей инстанции, в надзорной инстанции, и, в общем, делать из этого, ну, в общем, большой, как минимум, шум и заставить их эту политику пересмотреть. Вот. Ответила ли я на ваш вопрос? Если вдруг нет, если есть еще какие-то более душераздирающие подробности, то ждем в родительскую приемную или здесь пишите. Соответственно, постараемся конкретно вашу ситуацию мы разобрать. Да, спасибо большое. Вот еще пятый и шестой вопрос, вот здесь вот на основном экране. Если на весь период уже прописано по МПК заключение программы, нужно ли позаново проходить по МПК при переходе в среднюю школу? И вот шестой вопрос, ну, наверное, мне кажется, про одно и то же. Может ли человек отказаться от прохождения нового заключения? Ну, опять же, здесь 9.2, то есть я так понимаю, что это опять 8, ну, то же самое 8.4. Сейчас, секундочку. Про вопрос пятый, да. Может ли школа запросить новое заключение ЦПМПК на среднюю школу, если программы 8.4, да, на весь период обучения? Я почти уверена, что это не Москва. У нас не ставят, ну, по крайней мере, сейчас не ставят, мог быть какой-то там небольшой период, но сейчас не ставят программу 8.4 на весь период обучения. То есть, еще раз напомню, мы говорили. У нас из 46 детей, у троих детей на весь период обучения дано заключение. Это московские дети. Ну, вот тот небольшой период, который был, закончился именно в связи с тем, что вопросов возникает масса. Да. Значит, при переходе из средней школы, сейчас я все-таки найду этот слайд, покажу вам. Значит, при переходе в среднюю школу со ВГОСУВЗ мы переходим на стандарт общеобразовательный при переходе из начальной школы по ВГОСУВЗ для умственной отсталости, если программа у нас была, то есть 8.3, 8.4, 6.3, 6.4 и так далее. Эти программы, преемственность их осуществляется за счет перехода на ВГОСУО. То есть мы присоединяемся к детям, которые имеют программы 9.1 и 9.2. Вот это вот такой очень скользкий момент, не очень хорошо как раз описанный законодательством со своими сложностями. Полина Львовна тут знает об этом непосредственно, как человек, который вот учит детей, у которых такие сложности возникли и решения однозначного того, каким образом это все у нас осуществляется, нету. Единственное, чем я вас могу утешить, вот хорошее было ПМПК, тютерское сопровождение прописано на среднюю ступень образования, тютерское сопровождение можно также прописать. Ничто не мешает вам собственно говоря, обратить внимание на то, что на весь период тютерское сопровождение было до этого прописано и подкрепить соответствующими документами и опять своим заявлением о том, что вы просите писать индивидуального тютера в заключение ПМПК, а не просто сказать, что теперь это дело школы, вы всегда можете. То есть здесь этого добиться можно, если мы говорим про тютерское или ассистентское сопровождение. Программы 9.1 с одной стороны и 9.2 они учитывают особенности детей, с другой стороны там есть некоторые сложности, при которой, не знаю, сейчас надо говорить. Полин, что, добавим что-то про разницу в... принципиальная разница, она очень простая. По программе 9.2 нет часов профтруда и сама программа не предполагает, что дети проходят экзамены, они не допускаются к экзамену по профтруду и не получают свидетельства на выходе. Программа 8.4 на ступени начального образования с третьего класса имеет часы профессионального труда и у нас есть опыт создания индивидуального учебного плана и мы выделяем из поля коррекционно развивающих часов компонент для реализации предпрофессионального образования, чтобы по законодательству дети имели право на доступ к экзамену по профтруду и могли получить свидетельство. В чем разница? без свидетельства это все не аттестат, ни то, ни другое не аттестат. Со свидетельством больше вариантов колледжей, это все колледжи для детей с ОВЗ, они принимают ребят со свидетельством, а без свидетельства, я не знаю, как в других регионах, точных цифр у меня нет, в Москве это два колледжа, которые принимают ребят, которые обучались по программе 9.2 и вышли из школы со справками. Это вопрос дальнейшей стратегии просто обучения. Ну, то есть то, что надо иметь обязательно в виду, когда вы переходите в среднюю школу, это обсудить со школой, по крайней мере, сначала спросить, как они видят дальнейшую организацию обучения ребенка, с каким документом ребенок будет на выходе, каким образом будет обеспечена вот эта вот предпроводготовка и, соответственно, будет ли в конце экзамен по труду сдан. То есть вот такие вот четыре основных вопросы, которые нужно держать в голове, школе задать и следить, чтобы это все не превратилось только в слова, а дальше, в общем, были какие-то из этого сделаны действия. Так, ну что, мы здесь не на все еще ответили, нет? Ну вот, по поводу последнего вопроса, десятого, какие программы в средней школе? То есть вот для тех родителей, кто не понимает, какие АОПы будут в средней школе, если можно, еще раз проговорить. Ну, хотя бы мы показали слайд, я так правильно понял, что это... Я сейчас покажу, наверное, сейчас, дайте мне буквально секундочку, я хочу открыть прямо вот это вот письмо Министерства просвещения, чтобы было понятно, о чем идет речь. В это время можно ответить на вопрос Марии Валерьевны Нагибиной. ЦПМПК на среднем звене из начальной класса 8-2, они пишут АОП вариант 2, правильно, нет, неправильно. Никаких вариантов АОП в ЦПМПК не пишут. Все дети, которые выходят из начальной ступени образования вариантом 8-1-8-2, получают абсолютно одинаковое заключение, что они переводятся на ступень общего образования по программе для детей с расстройством аутистического спектра. Там нет никакого упоминания о той или иной степени адаптации. Оно одинаковое, что для детей 8-1, что для детей 8-2. И отличается само заключение, сам бланк, только одним маленьким пунктом. Дети, которые обучались по программе 8-2, в организации специальных образовательных условий, получают возможность заниматься с учителем-дефектологом. То есть учитель-дефектолог подчеркнут. У детей, обучающихся по программе 8-1, подчеркнут в первую очередь психолог и в некоторых случаях добавляется логопед. Это единственное, что отличает заключение детей, которые переходят на средние ступени образования. Нигде не видно там, что это речь идет о сохранном интеллекте или о задержке развития. Они переходят просто на цензовый уровень основного общего образования. Так, можно я тогда экран покажу сейчас? Интересно у меня получится. Так. Вот так. видно, видно, скажите, пожалуйста. Да, видно. Так, значит, смотрите, вот у нас письмо от 14 августа 2020 года о программах основного общего образования, в котором и говорится, собственно говоря, о том, вы можете опустить чуть-чуть пониже страничку. Вот это вот непонятно, потому что я в этой же вкладке. Ну-ка, давайте попробуем тогда в другую перейти. Или вы имеете в виду письмо само опустить пониже? Само письмо опустить пониже. А, ну вот, собственно говоря, вот. Смотрите, вот здесь вот есть ссылка на сайт ИКП РАО, на котором размещены программы для средней школы и говорится о том, что для организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в пятом классе еще в прошлом году организациям, осуществляющим образовательную деятельность необходимо. То есть необходимо подчеркнуть, то есть это не ставят в известность, что хорошо бы, а именно это необходимо сделать. Разработать основные общеобразовательные программы на средний уровень с учетом направляемых программ, перевести обучающихся на индивидуальный план, учебный план. И видите, здесь речь у нас идет о том, что есть возможность изменения сроков изучения отдельных предметов, например, иностранный язык может вводиться в более поздние сроки. Включение в образовательный процесс обязательных специальных учебных дисциплин, таких как тифло-техника, развитие речи для детей с нарушениями слуха, дополнение внеурочной области коррекционно развивающими курсами. То есть, в общем, все достаточно оптимистично. Теперь хочу показать, собственно говоря, как выглядит место, где мы можем эти программы скачать и посмотреть, куда идти за ними, чтобы вы могли этим воспользоваться. Ссылку на письмо, вернее, ссылку на название письма я в чат положила. И вот у нас на сайте КПРАУ проекты примерных адаптированных основных общообразовательных программ. Вот смотрите, видите, проекты примерных АОП. Вот здесь вот мы нажимаем на плюсик и у нас с вами вываливаются вот опять, собственно говоря, все наши проекты. Если нажимаем на конкретную, выскачивайте. Боюсь, что не всем видно. У нас застывший экран, только верхушку сайта и карты не видно. Так. Ну, давайте я попробую. Давайте, да. Я, собственно говоря, могу положить опять это все в чат, чтобы у вас не курить. Елена Вячеславовна, смотрите, я в конце презентации даю ссылку на эту страничку. То есть, можно в чат не искать, но в презентации слушателя всем пришлем. Короче говоря, там можно скачать все это, посмотреть. И, в общем, коротко говоря, я вот не знаю, можно ли я каким-нибудь скриншотом, например, показать, но в целом, мне кажется, это не так уже важно, но важно, что мы вот сейчас видите ссылки. О, отлично, да. Вот, это сайт, как раз, которому Федеральный институтный центр, и здесь проекты примерных, адаптивных основных образовательных программ, основного общего образования обучающихся в СООЗе. И далее, вот здесь, внизу странички вы видите примерные АОО по пятому классу, что мы так успели просмотреть. Просто откройте, вот, какой-то из этих самых по пятому классу, чтобы было понятно, что там внутри. Это самое первое, для глухих слабо слышите. да, ну давайте. Вариант 1.1, 2, вариант 2.2. Ну, там, если внутрь пойти по этой классификации, то тоже будет видно, что, по-моему, там, вот, видите, есть предметные уже по предметам распределения. В общем, пользуйтесь, смотрите, изучайте. Ну и здесь прикрепленные документы, которые также можно скачивать. Вот, пока они есть только до 7 класса, к сожалению, но я так понимаю, что остальные тоже так же разрабатываются и тоже будут выложены. и то, что нету для 8-го, 9-го и прочих классов пока вот этих документов не означает, что адаптировать программы не надо. Просто опереться нам особенно не на что. То есть приходится изобретать, в общем-то, велосипед. А так, в общем, все обязанности школы по поводу адаптации никуда не деваются. Здесь вопрос не в том, есть эти образцы или нет, а в том, это только у меня пропало или нет, нет, это сбой был. Сейчас все заработает. Так, меня слышно? Слышно? Да, что-то технический сбой. Так, ну что, пока продолжим, да, раз нас видно, слышно, все хорошо, да? Да. связь есть, но она прерывается. Уважаемый участник, скажите, слышно ли меня сейчас? Ага, так. Да, все отлично, меня слышно, не слышно, Елена Вячеславовна и Полина Вячеславовна. Меня слышно, я здесь. Да, все, Полина Вячеславовна, просто вас не видим, но слышать слышим. Вот, теперь видим. Я совсем здесь. Так, Елена Вячеславовна, там какие-то сбои, я думаю, что сейчас она к нам подключится. Давайте мы тогда, наверное, перейдем, у нас много вопросов, но все вопросы, у нас уже заканчивается время, и мы не сможем их разобрать все, но я бы хотел, может быть, пару каких-то комментариев по поводу выбора школы. То есть, допустим, я прошел по МФК, получил заключение, и в ряде случаев я как бы как учился в школе, так просто перехожу в другой класс в рамках этой же школы. А есть ситуации, когда вот я заканчиваю начальную школу, а дальше средне звено, мне придется обыскать другую школу. Вот куда тогда идти с этим заключением, да, какие здесь правила, то есть какую-то специальную школу, или я могу пойти в общенозавательную школу, вот в каком направлении, куда идти. Засрочный ответ. Значит, смотрите, где вы учились, там вы можете продолжать учиться. А если нет? Если нет? Нет, по каким причинам? Ну, например, вот не будем скрывать, федеральный слушательный центр, у нас есть только начальная школа, да, и у нас здесь есть родители, которые как раз посещают нашу школу, куда им дальше идти. Значит, в случаях, если у нас действительно есть только начальная школа, так бывает, не часто, но бывает, то мы выбираем школу, исходя из целого ряда параметров. То есть здесь речь идет о том, каким образом, какая программа. Потому что если у нас, у ребенка, скажем так, не от цензовой программы, да, то есть собственное отсталость, то выбор школ шире, чем для детей обычных. Коррекционные школы принимают детей с аутизмом и умственной отсталостью, и вы можете выбирать уже из и общеобразовательных, и из школ, которые коррекционные. Значит, выбор осуществляется, собственно говоря, с помощью посещения этих учреждений и разговора с специалистами там, потому что никаким другим способом это не получается сделать. Значит, в Москве есть список спец, ну, вот этих коррекционных школ, есть список ресурсных, так называемых, школ. Ну, поскольку мы говорим не только про Москву, то там по регионам надо смотреть. Выбор в регионах значительно ниже, и вот вопрос, с которым сталкиваются родители регулярно, при вообще поступлении в школу, неважно на какую ступень, образовательная школа говорит, да вы что, мы не умеем детей учить с аутизмом, вам в коррекционную. А коррекционная говорит, у вас нет умственной отсталости, нету, даже, нету, собственно говоря, оснований для того, чтобы мы могли вас зачислить. И все, тупик. То есть, отказываются и те, и те. Ну, тогда мы идем через управление образования, там местный департамент, или какой у вас там есть орган образования, контрольный, надзорный, который вам должен помочь с нахождением для вашего ребенка места в школе. То есть, если совершенно нам непонятно, нам везде сказали нет, то мы обращаемся в местное управление или департамент образования, излагаем ситуацию, говорим, что ребенку вообще-то сейчас в школу идти, право на образование не обеспечено, нарушается, найдите, пожалуйста, нам место, где учиться. Вот, и они должны как-то в это включиться, и, соответственно, место для ребенка поискать. А вас уже известить письменно, где конкретно вас ждут. Напомню, что отказ устный отказом не считается. То есть, в Москве для того, чтобы зачислиться куда-то в выбранную школу, нужно через портал МОСРУ подать заявление. В регионах и в Москве можно прийти в выбранную школу и подать заявление письменно. И только когда нам с вами откажут, то есть, это будет бумага с печатями и подписями, что там мест нет, условно говоря, вот уже с этим отказом мы опять снова обращаемся на ступеньку выше и просим подобрать, раз тут нет места, нам место там, где это место есть. Значит, широкого выбора в Москве у нас с вами тоже нет. Мы ограничены тем районом, в котором мы проживаем. То есть, если ребенок имеет постоянную или временную регистрацию в районе, то к этому району приписаны несколько школ. Они же вам на портале МОСРУ и будут предложены как школу первого выбора. Вот туда сначала формально хотя бы мы обращаемся, а вообще неформально всегда все равно идем и смотрим, что может предложить та конкретная школа, которой мы приписаны. И начинаем свой путь оттуда. Дальше список первого выбора это ресурсные школы. Список их есть на сайте городского психолого-педагогического центра, как и описание проекта. И там же есть список коррекционных школ, к которым можно также обратиться. Значит, про коррекционные школы, которые не в системе, опять же, московского образования, но при этом есть. И они не школы, которые только для детей с расой, вернее, детей с расой они даже не возьмут. Это школы из списка департамента социальной защиты населения, так называемые комплексно-реабилитационно-образовательные центры, в которых учатся дети разных нозологий. Исторически так сложилось. Их там небольшое количество, по-моему, меньше 10. Этот список можно посмотреть на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы. Для детей с другими программами, допустим, с двигательными нарушениями, комплексные реабилитационно-образовательные центры очень даже реализуют хорошо эти адаптированные программы, и вполне дети в них хорошо учатся. Для детей с рас, комплексных реабилитационно-образовательных центров, в системе Депсоция, не предусмотрено. Это, кстати, тоже, на мой взгляд, совершенно несправедливо, но, тем не менее, как есть. То есть, исторически все эти кроцы появились до того, как новый закон о образовании и федеральные государственные образовательные стандарты были приняты. Поэтому никакого специального учреждения для них выделено не было. Ну, по крайней мере, пока. И в соцзащите таких нет. Так. У нас, Светлане Гировне, ничего не понятно. Тут я, поделать ничего не могу, могу ответить на какой-нибудь конкретный вопрос. Значит, в списке, где посмотреть, то есть, адреса, где посмотреть списки школ в Москве, мы вам пришлем. В регионах, соответственно, ну, наверное, надо смотреть по сайтам ваших региональных министерств и департаментов образования или управлений. Там обычно список подведомственных учреждений везде есть, и коррекционных, и обычных. Так. Дальше идем. Дальше получается та же самая история, как перед начальной школой. То есть, когда мы не ездим в начальную школу по такому же самому принципу. Да. Так. Единственный момент, на который точно надо обратить внимание, если у нас программа не цензовая, то приоритет и выбор в сторону коррекционных учреждений по одной простой причине. В общеобразовательном учреждении вам придется потратить, сразу надо это понимать, если мы идем с коррекционной программой, придется потратить значительное количество сил, времени на то, чтобы обеспечить вот те самые часы предпрофподготовки, которые нужны этим детям по в ГОС, по которым они будут учиться. То есть обычные школы эту составляющую программы обеспечить не могут. Однако, значит, выход здесь тоже есть, можно осуществлять эту работу по сетевому так называемому взаимодействию с другими учреждениями и обеспечивать эти часы в партнерстве с кем-то там, с кем вы со школой вместе можете договориться. Это может быть колледж, это может быть, кстати, даже НКО в некоторых регионах так происходит. То есть это бывает по-разному. Может быть, там школа вместе с вами найдя спонсора оборудует или там получит государственные деньги на то, чтобы оборудовать мастерские прямо в школе. Это тоже хорошо и тоже выход. Но, опять же, оцените здраво свои силы, посмотрите на контактность школы и готовность что-то делать и помните, что это тоже очень важный критерий. То есть если в школе ничего нет и сил у вас нет, то, конечно, надо выбирать коррекционную, где это уже есть, организованную, этим просто вы можете воспользоваться, а не биться за необходимые часы. Дальше? Да, спасибо огромное. Светлана Юрьевна, здесь у нее связь прерывается. Уважаемые участники, на всякий случай, еще раз напоминаю, будет видеозапись и мы вам пришлем эту ссылку на видеозапись и вы сможете посмотреть в хорошем качестве, уже спокойно, в спокойной остановке. Видимо, связь со стороны Светланы Юрьевны не очень хорошая, потому что с нашей стороны как раз связь идет хорошая и прерываний не было. Следующий вопрос, который мы бы могли бы рассмотреть, но здесь давайте коллегим сейчас в примечении, потому что время у нас уже заканчивается, а точнее закончилось, это модель организации образования. Вот здесь много тоже вопросов про то, в какой форме обучать, можно ли обучать в группе инклюзивное образование. Здесь идет целых 8 вопросов, которые также волнуют родители. Я предлагаю сегодня как бы эту тему обозначить, да, каким-то, может быть, там условно, но в следующий раз начать с того, чтобы именно разобрать эту тему более подробно и с нее начать и вернуть. Какое мое предложение? Ну, в целом, да, потому что мы точно сейчас не успеем, здесь очень много вопросов. Очень много нюансов. Да, очень много нюансов. Да, и сразу хочу сказать, что были вопросы про сегодня даже в чате во вкладке вопросов, если зайти, то там есть уже вопросы и про спецусловия, и про аттестацию детей. Вот, уважаемые родители, мы, давайте, будем идти строго по нарастающей, да, по определенным шагам, которые мы вначале озвучили, и к этому вопросу мы придем на очередной вебинаре. Если вы не сможете поприсутствовать, вам достаточно будет просто зарегистрироваться, чтобы у нас был электронный адрес, и мы сможем вам прислать видеозапись того, той встречи, где будет вопрос разбираться. Вот, если можно, Полина Волнова, Елена Волновна, буквально несколько слов вот касаемо этой темы, темы вот, ну, какая-то вводная такая с вашей стороны. Полина Волновна, может, вы расскажете, мне кажется, вы прямо здесь можете исчерпывающе ответить на вопрос. Это очень маловероятно. Значит, по поводу форм инклюзивного образования никакой разницы между начальным общим и основным общим нет. Сразу хочу сказать всем родителям, что если они вдруг на ступени среднего образования хотят влиться в существующие ресурсные классы, то это практически невероятно. Большинство ресурсных классов создается огромными силами родительского сообщества и не только финансовыми. И чаще всего прием детей достаточно ограничен, потому что эта модель дорогостоящая. Дети, вырастающие, получающие спецусловия образовательные по модели ресурсный класс, продолжают получать спецпомощь по модели ресурсный класс. И даже при стратегиях полной инклюзии не значит, что человек не получает помощь психолога, логопеда, дифектолога и тьютера, а значит, что место занято. Ресурсный класс это не помещение и не свободная парта имеет значение, а количество штатных единиц, обеспечивающие количество детей. По поводу малокомплектных классов, насколько я знаю, никакого отдельного законодательства по этому поводу нет. И да, малокомплектные классы возможны, но каждая школа трактует для себя словосочетание малокомплектные как хочет, поэтому от 5 до 20 все может называться малокомплектным, все, что не 38, уже малокомплектный. И тут тоже нужно понимать, на что нам нужна опираться, нам будет нужна помощь Елена Вячеславовна в этом вопросе, чтобы малокомплектные классы для детей цензового уровня не раздувались просто в эквивалентный класс 25-30 человек по программам 6.1, 7.1, 8.1, которых не существует на ступени общего образования, а это все просто цензовый уровень. Ну и, конечно, стратегии индивидуальной инклюзии никто не отменяет, и, как уже Елена Вячеславовна сегодня сказала, что если человек нуждается в тютерском сопровождении на ступени основного общего, даже если, например, уже не нуждался в третьем, четвертом классе, не значит, что нельзя на ступени основного общего тютерского сопровождения возобновить. Другой вопрос, каков будет функционал этого тютера, но это уже индивидуальные беседы. Ну и довольно активно двигается стратегия гибкого класса, которая раньше существовала только в частных школах, профильных школах, гимназиях и лицеях, потом она была масштабирована и для того, чтобы обеспечивать специальные образовательные условия для лица ВЗ. Это тоже довольно дорогостоящая схема, когда в каждом классе есть подгруппы по уровню, этих подгрупп может быть две сильные и слабая группа, а может быть сколько угодно, пять, шесть. В богатых лингвистических школах всегда по уровню языка делили на четыре группы и так далее. И для того, чтобы гибкий класс функционировал, значит, у нас в параллели все седьмые должны быть разбиты, ну, например, седьмые должны быть разбиты на равное количество групп, допустим, на три, сильную, слабую, среднюю, значит, на каждой предметной области семиклассники сидят разным составом. Я могу быть сильна в математике и мне может быть нужна более легкая программа по литературе и по истории. Но, например, по физике, на удивление, мне сильная группа тоже не подходит. Поэтому на каждой предметной области я оказываю свои подгруппы. Такие школы только-только начинают появляться. Первопроходцам именно в контексте работы с людьми с ОВЗ был ОРТ всегда. но аналогичная модель существовала во многих других школах просто с другими целями. С целями глубокого изучения предметной области. Ну, такую же модель можно использовать с целью неглубокого изучения предметной области. Мне ничего больше добавить. Я же говорю исчерпывающе. Короче, здесь действует тот же принцип, что и на уровне начального образования. Вы помните, что форму обучения выбирает родитель, что от нас здесь много чего зависит. Мы здесь в коммуникации, в переговорах со школой. Мы здесь опять стараемся обеспечить максимально возможное. Все индивидуальные учебные планы также могут быть здесь реализованы. и любой ребенок из любой образовательной модели, будь то отдельный коррекционный класс, может быть включен в инклюзию, если вопрос у нас так стоит. То есть здесь запрета на это нет. Вопрос именно что организация индивидуального учебного плана с теми необходимостями, которые есть у конкретных детей. в общем наверное это так. В частности уже реализации того, как это получается, а не как должно быть, надо разбирать уже предметно с каждым конкретным родителем. Так что здесь неисчерпаемое море вопросов наверное. Маленький комментарий Светлана Юрьевна спрашивает вопрос про семейную форму образования. Давайте не путать модели и форму. Формы на самом деле всего четыре очная, очно-заочная, заочная и семейная. И это никакого отношения к моделям не имеет. Все то, что вот сейчас говорила я и что говорила Елена Вячеславовна это не про форму. Форму выбирает родитель, модель родитель выбрать не может. Каждая школа реализует инклюзивное образование в тех моделях, на какие у них есть ресурсы. Родитель не может требовать организации той или иной модели. Да, не может, но мы опять же здесь как с ресурсными классами находимся в переговорном процессе, можем предлагать школе какие-то варианты, свои усилия в это вкладывать и так далее. То есть это вопрос опять же наших усилий переговорных и ресурсов. Слушайте, складки вопроса не могу еще не ответить на один. можно. Пишет Елена Владиславовна, что учить по программе 8.2 наша школа категорически отказывается. Говорит, если поменяете программу, то уходите. Значит, опять, школа говорит в лице какого-то конкретного человека, который не очень читал сконодательство в образовании. Если ребенок находится в контингенте школы, то никуда его школа сама деть не может. То есть вот это вот уходите, оно не означает ровным счетом ничего, кроме того, что им страшно неудобно организовывать обучение для вашего ребенка по каким-то причинам. Вот по каким причинам надо, соответственно, разбираться и, соответственно, со школой искать какие-то пути, соответственно, приведения их деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отказаться учить школа не может. Ни по какой программе. Здесь встречался вопрос по поводу лицензии неоднократно среди тех вопросов, которые перед вебинаром задавали родители и в процессе. Никакая специальная лицензия на обучение по адаптированным программам школам не нужна. То есть дети учатся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в любой абсолютно школе. Никакие специальные лицензии им для этого не нужны. Есть у нас опять на этот счет разъяснения Министерства Просвещения. они неоднократно это озвучивали в докладах и в своих вебинарах и это однозначная позиция. Здесь нет никаких документов, которые были бы нужны. Опять, если школа начинает говорить это вслух, то мы переходим на письменный язык обращений и дальше они не смогут вам написать обоснование, что у них нет лицензии. Ну, просто такая формулировка это приговор для них, потому что дальше, соответственно, их ждут некоторые санкции, если они в этом признаются, что не читали они законодательство и не будет такого в письменном ответе. Поэтому не пытайтесь найти законодательную базу полностью и подменить собой, так сказать, школьного юриста. Просто требуйте положенного, а уже дальше с отказами будем как-то вместе работать и что-то придумывать, как их призвать к порядку. Сергей, вас не слышно. У вас микрофон? Да, прошу прощения. Последний вопрос был Полин Волин. Полин Волин, здесь вот вопрос, не знаю, персональный к вам обращен, можете ответить устно, можете ответить в личном сообщении человеку. Уважаемые друзья, я предлагаю уже завершаться. Много информации, надо ее переварить, осмыслить, понять. А тогда в следующую встречу я предлагаю начать, продолжать тему про модели и формы обучения. И вот на нашем слайдике в самом начале те темы, которые нас ждут в ближайшее время. Модели, формы, содержание АУ, адаптация материалов, отношения со сверстниками, ну и вопросы аттестации, я думаю, мы тоже коснемся. и поговорим об этом. Елена, вам огромное спасибо за очень четкую экспертную позицию в этом вопросе, за опыт родительский, который вы делитесь с нашими слушателями. Полина, вам также огромная благодарность, что вы нашли время сегодня к нам подключиться, и дать тоже свое экспертное мнение, обозначить позицию экспертную. Надеюсь, было всем интересно, полезно. И тогда до скорых встреч. Спасибо. Большое спасибо, всего доброго, до новых встреч, до свидания. До свидания. Уважаемые слушатели, мы пришлем вам ссылку на встречу сегодняшнюю на вашу почту. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok